видно слышно чтобы зубы контролировать большое вам спасибо очень рад очень рад добрый вечер добрый вечер всем добрый вечер какие все ли люди это очень хорошо очень здорово спасибо я очень рад что сегодня общаюсь с вами это первый раз это очень приятно очень очень приятно дорогие мои на этом вебинаре это вебинар всего лишь будут продолжаться возможно полтора-два часа пожалуйста будьте готовы за 90 минут всего лишь вы узнаете о законах как сохранить как управлять деньги что который помогает вам всего лишь за 18 месяц и можете достигать финансовой стабильности я даю несколько хорошей скреты на этом вебинаре если так посмотреть на самом деле некоторые люди всю свою жизнь работают даже не могут достигать финансовой стабильности дорогие мои я несколько слов наверно скажу вам о себе сначала чтобы мы друг друга знали кто я такой только что немножко про меня рассказывали но я честно скажу вам я впервые вступаю перед вами но мне это очень приятно даже чуть-чуть волнуюсь не могу понять ни одном группе они волноваться как как перед вами важно чуть-чуть и вот я доктор экономического развития 18 лет уже провожу тренинги уже 19 год больше полмиллион человека посвящали мои тренинги и если являюсь доктор психологических наук я получил звание профессора по маркетингу бизнеса у меня в данный момент 17 бизнеса 56 бизнеса у меня с опыт я написал книги который стал можно сказать хорошей книги написал который стал бестселлером в 2019 году в бисе объявили его самопродаваемой книгам средней азии книга называется я и деньги если ваших городах где-нибудь встречается эта книга пожалуйста найдите эту книгу изучать эту книгу надеюсь что она вам понравится и вот так но не все было так просто не все так появилось так сразу как появилась просто 2007 году 17 2007 году я организовал вот это центр развить человека сама и до сегодняшний день мы проводим семинары тренинги являемся один из сами ведущие можно сказать тренингами индустрии средняя зиме являемся номер один по посвящаемости по узнаваемости по можно сказать количество проводимых тренингов семинаров и так далее вот так а теперь позвольте мне пару слов сказать не все это так просто появилось не все так легко удалось нам если вы внимание обратите возможно внимание давайте расскажу историю одного парень на короткой быстро буду говорить это парень закончен средней школы очень хорошо он учился отличником он вырос в селе где не было ни одного другого можно сказать на другой нации когда он закончил средней школе он не мог именно получать золотой медаль потому что нормально не мог говорить на русском зубрировал наизу сдавал экзамены но от того что не мог понять что сдавали ему несколько вопросов и он не мог получать золотой медаль 36 олимпиады участвовал в советском союзе хорошие пионеры арктик отправляли он дважды попал в арктик два раза побывал в арктике потом это парень произошло такая картина что после окончания средней школы он поступил в вуз и как раз перестройка как раз изменение все они потеряли все свое можно сказать свое состояние и так далее он был десятым ребенком семьи была гражданская война трудные времена и парень потерял возможности хорошо учиться он три вуза бросали от того что не было денег учиться вот тогда он точно понял что быть хорошим человеком маловато в этой жизни если у тебя нету возможности этот талант использовать быть умным человеком очень мало в этом мире это 60 это ум не можешь еще на благо себя благо других использовать и вот такая картина его ожидала потом он на поисках судьбы на у поисках жизни приехал в россию чтобы зарабатывать чтобы хотя бы каким-то образом обеспечить себе образование чтобы учиться итоги супа формировалась таким образом что видите первые полгода жестокая судьба ему пришлось жить даже на улицах и так далее очень жестокая жизни прожил трудно прожил но самое главное он продолжает верить свою мечту продолжал верить свою надежду были даже времена когда его с одно эпизод его жизни который очень ярко запомнилась на всю жизнь полгода жил он даже на улице был одно момент когда языка не знаю никому обращаться никуда пойти никакому надеяться однажды происходит такая картина что да это ноябре дождливая погода москвы очень холодно а он представьте на минуте это парень спит тот ночь в коробках холодильнике и это кордонного коробка но когда он утром открывает эту кордонную коробку на него было больше пол метра снега и он сильно молится обращается к всевишнему говорит за что за что у меня такая судьба почему именно со мной так но ведь я достойно прудусь я ничего плохого нет отрыву жизни я стараюсь как-то найти себя за что такая жизнь и с каждым днем он ищет и старается за свою мечту пойти как будто видя озарение тот день приходит к нему мысль о чем ты мечтал и разве мечтал о таком жизни нет тот день он принимал решение я больше никогда 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 физическим грязным работам не буду работать как человек принимает решение судьба так и преподносит ему человек является тем кем он себя читает если человек себя читает успешным он станет успешным если читать он себя счастливым когда-нибудь он этого добьется и однажды благодаря уверенности вера всевишнему и труду постепенно постепенно к нему сама судьба привел к этим вещам 2 он значит сначала торговать он начали сначала просто работа он начал просто постепенно постепенно продвигаться вперед и внимание обратите что к 27 годам он стал финансово свободным 27 год парень финансово свободно и представьте что такое финансово свобода это когда ты можешь дальше не Это когда у тебя нет необходимости с утра вставать, думать, куда пойти, где искать работу. Это человек, у него золотой нарушник, он никогда не поймет, что такое золотой нарушник. Это у тебя классная зарплата, высокий уровень зарплаты, но ты боишься его потерять. Потому что ты не знаешь, если потеряешь эту работу, завтра что будет. Я это называю золотой нарушник. Понимаете? А вы представьте на минуту, 27 лет финансовой свободы. Это классно, когда ты понимаешь, что это может продолжаться. Тебе нет необходимости постоянно беспокоиться. Но 29 лет. Это парень от того, что очень активный. Начинает разные бизнесы открывать. 29 лет он банкротится. Первый банкротство пережил. 31 год снова поднимается на ноги, снова постарается вставать на ноги, снова у него получается. Но по окончании этого года он снова потеряет все. Он снова банкрот. Он снова банкрот, но в этом очень сложная ситуация. И этот парень попал в долгу 174 человека. 174 человека. Эта сумма составляет на 1 846 000 долларов. Четыре банка. Через год он постарается каким-то образом налаживать ситуацию, работать, чтобы как-то построить какой-то бизнес и так далее. Начинает задолжаться одного банка, другого банка и так далее. Итога по окончании года у него было 493 000 долларов. Новые долги. Это вместе составляет больше 2 миллиона. 2 339 000, около 2 340 000 долларов. Это период, когда кризис с 2008-2009 годов. Это нелегкие времена. 37 лет. Этот парень снова стал состоятельным. И этот парень снова мультимиллионер. У него 17 бизнес-действующих, которые в дальний момент работают в разных странах мира. Он инвестирует в недвижимость и так далее, и так далее. У него шахты, угольные шахты, промывание золота шахта и так далее, и так далее. Дальний момент. Казозаправки, производство моторного масла для автомобилей и так далее, заводы. И этот парень сегодня с вами общается в этом вебинаре. Я это рассказывал не потому, что хочу хвастаться, но я хочу сказать, что когда буду говорить, что вы не думали, что мне так просто легко удалось стать успешным. Что вы не думали, что да, приватизировал где-то от государства чего-то, или от родителей получал чего-то. Конечно, можешь рассказывать, нет, дорогие мои, это далеко не так. Я верю в том, что каждый человек сам пишет свою судьбу. Я верю в том, что каждому человеку дано выбор, разум дано, и выбор дано. Как вы принимаете решение, так и будет в вашей жизни. И я этому точно верю. Понимаете, я этому точно верю. Потому что все это пережил не один раз. И многим теперь в течение этого 18 лет, за это время, за последнее время, более несколько тысяч семей помогали выбраться из кредитов, долгов. Несколько тысяч семей пишут мне письмо. Спасибо за то, что помогли. Столько людей приходят в наши семинары, в тренингах. Сейчас в дальний момент вы являетесь уже четвертой группой, которой я сейчас работаю. Правда? Почему? Потому что я с 6 утра работаю. У меня очень много группы людей. Я сейчас в Весикулле. Огромное количество людей здесь. Четвертая группа уехала, приехала новая группа. Все только сейчас сидят предприниматели. Но я сегодня хочу, чтобы в этом встрече с вами пообщаться, говорить о тех вещах, которые помогают нам. Это помогает нам всем. Я верю в том, что мы должны помочь друг другу. Я верю, что знание от Бога, знание передается через наставников и так далее. Когда я понял, что я не могу справиться, я начал учиться. Я начал вкладывать время и деньги в свое сознание, чтобы изменить свое мировоззрение, чтобы изменить себя, чтобы изменить свою философию, свое убеждение. Понимаете? Человек в итоге дойдет до того, к чему он убежден. Если у вас есть убеждение, убеждение сильное, что вы можете стать успешным, это произойдет. Вам нужна причина. Причина, которая вдохновляет. Понимаете? Если нет причины, ничего не делаешь. Я учился у этих людей. Кто-то из вас, возможно, читал книги этих людей. Кто-то из нас, может быть, побывал в семинарах этих людей. Я постоянно учусь. Я каждый день вкладываю в свои мозги очень много денег. Почему? Потому что я понял, что единственный способ добиться чего-то серьезного, это стать больше, чем кто-то есть, превосходить самого себя. Не сравнивать себя больше ни с кем, просто превосходить самого себя. Это самая важная вещь. Испытать себя. Однажды моя жена меня спросила, почему ты так много работаешь? Почему? У нас же все хватает. Зачем ты это делаешь? Я сказал, послушай, неужели ты думаешь, что я работаю только ради денег? Неужели ты думаешь, что все эти великие люди работали только ради денег? Она говорит, ну как мне понимать-то? Почему ты так много работаешь? Ты ездишь очень много по городам, очень много труд делаешь. Я сказал, понимаешь, что одна важная вещь есть. Это что? Это что? Фермер, урожай, который получает, это не является показателем его желания. Урожай, который фермер получает, это показатель его вложения усилий. В школе, школьник получает пятерку. Это не показатель его желания. Это показатель вложения его труд, вложения усилий. Миллионер или миллиардер, это не показатель его собственных желаний. Это показатель стоимости его навыков и умений и вложения усилий. Я хочу испытать себя. Я не хочу прожить свою жизнь просто так. Я хочу максимально вкладывать, чтобы максимально принести пользу этому миру. Жизнь дано для человека только для того, чтобы он принес пользу. Кто понимает эту ценность, кто максимально принесет пользу этому миру, он однозначно просветает. Секрет успеха только в этом. Займись то, что ты можешь принести пользу этому миру. Я этому учился от природы, и я думаю, что это очень хорошая философия. Она помогала мне все эти годы жизни. Все эти годы жизни. Мне сегодня 38 лет. С каждым годом я убеждаю, что это философия, она правильная философия. Займись тем, что максимально может принести пользу этому миру. И тогда ты просветаешь. И я думаю, что это хорошая философия. Поэтому, родные мои, я очень много учусь. И сейчас учусь. У вас тоже учусь. И эти знания, которые я учился, я это все преподаю, делюсь с разными людьми. И помогает ли это другим людям? Вот я несколько примеров покажу вам здесь. Видите? Это люди из разных городов. Абсолютно из разных городов. Они приходили к нам совсем другим доходом. Сегодня другой доход. Парень пришел к нам совсем другим доходом. Через 6 месяцев такой доход. 4 раза больше. Я вспомню. Этот парень, когда пришел к нам на тренинг, он сказал, я 9 лет работаю в гостиничном бизнесе. Мой доход был всегда от 18 до 36. Это максимальный высокий доход, который когда-либо я получал. Когда он подошел ко мне и сказал, разве мне поможет ваши уроки? Это был вводный тренинг, большой тренинг, много народа. Живи, открыйте тренинг. Я ему сказал, брат мой, буду так, как ты принес решение. Если ты принес решение, что тебе не помогут, так и будет. Если ты принес решение, что тебе не помогут, концентрируйся, учись. Фокусируйся. Бери из этой сонности, если это кому-то помог, и тебе поможет. Все зависит от того, насколько ты сам готов, брат. А насчет того, что знание поможет или нет, я тебе скажу. Гарантируй, что знание поможет. А вот насчет того, что будешь ли ты их практиковать, ты спрашивай у себя. Ты тогда поймешь, как они работают. Вот, дорогие мои. Вот книги, которые я написал. Я специалист по человеку, дорогие мои. Я написал 22 книги. Из них 7 или 8 в руках людей есть. Остальные книги я еще пишу. Правда, я еще совершенствую. Я пишу книги не один день. Каждую книгу пишу не менее 5-7 лет. Я на него много, тщательно, оттачно работаю. Почему? Потому что я верю, что книга должна стать инструментом, который любой человек может читать и пойти пользоваться. Вот эта книга, да, электронная версия, вы можете его почитать в Озон.ру. Зайдите, закажите его. Или от издательства Манни Вану Фербер или Альпина Публишер. Манни Вану Фербер его выпустил по психологу богатства. Вот так. Внимание обратите. Я верю, что книга, книга это должно быть инструментом. Я не писал умные книги. Я не хочу писать умные книги. Я даже не хочу говорить умные вещи. Я говорю доступные вещи. Чтобы любой человек мог бы их взять, послушать, пойти, практиковать. Я писал, когда первый раз книги «Ай, деньги». Я сделал его 100 экземпляров. Раздавал друзьям. Я сказал, почитайте. Расскажите мне, как вы, пожалуйста, можете ли вы понимать это? Можете ли это делать? Они мне сказали, да, Влад, классно написано, но они еще не поняли, что там написано. Кто-то сказал, очень хорошо написано, вдохновляет. Ну, вряд ли я могу это делать. Понимаете? Я переписал книги «Ай, деньги» 12 раз. Это адский труд. 12 раз я работал на него. 12 раз переписал. 8 лет на это потратил. Но она получилась та книга, которая принесет пользу многим людям. Любой из этой книги. Я написал книги на разные параметры жизни человека. Потому что я специалист по человеку. Мне с 8 лет мама отдала наставнику. И он меня воспитывал. Я видел, я видел, как он советует людям. Как он принимает людей. Какой совет дает он людям. Когда люди с какими проблемами к ним придут. И когда вы 30 лет занимаетесь чего-либо, вы начнете в нем хорошо понимать. Например, если вы 3 года занимаетесь какой-нибудь работой или какой-нибудь деятельностью, вы начнете разбирать в нем. 7 лет, если занимаетесь, вы станете специалистом. 7 лет, одна и та же дела. Смотрите, если вы занимаетесь, занимаетесь 15 лет, вы станете профессионалом в этом деле. Но если вы занимаетесь 25 лет, вы станете мастером в этом деле. 30 лет я уже изучаю мышление людей, работаю с людьми и так далее. Книги, которые я написал, они написаны в разных параметрах жизни человека. Какой-то из них обучает о деньгах. Какой-то из них обучает о духовной законе богатства. Потому что я верю, что без духовности человек никогда не станет успешным. Если он станет успешным, это временно. Такой успех я не могу учить. Если вы хотите быстро стать успешным за одну ночь, найдите другого наставника. Такого я никогда не обучал, не могу учить. Другая моя книга, я верю, одна из другого из них, это что? Это что не знает женщина о мужчинах, что должно знать мужчина о женщинах. Одна из великолепных моей книг. Я эксперт по взаимоотношениям. Эта книга классно помогает, чтобы как изначально правильно выбрать, чтобы потом не страдать и так далее. Там очень многое другое. Но сегодня моя тема, я буду говорить о деньгах. Потому что я люблю говорить о деньгах. Однажды кто-то меня спросил. Да, Влад, вы так много говорите о деньгах. Я сказал, я никогда ничего не говорил о деньгах. И он мне говорит. Да у вас книга даже называется «Я и деньги». Я сказал, нет, дорогие мои. Если ты внимание обратил, он называется «Я и деньги». Это означает, что сначала создавай себя. То, что ты создал в себе, это стоит деньги. Очень просто. Человек за всю свою жизнь создает только один шедевр. Он создает самого себя. Как ты научишься создавать себя. Деньги за тобой будут бегать прямо как тень. Именно этого надо осознавать. Вот. Дорогие мои, теперь буду рассказывать. Пару слов. А вот. Чтобы мы все поняли. Цель, какова на меня. Вы смотрите, дорогие мои. Я буду говорить о деньгах. Мой тема называется таким даже. Именно. Как сохранить и промножить деньги. Я об этом буду говорить. Цель моего вебинара – донести до тех определенное количество людей, которые реально хочут в деньгах стать успешными. Научиться в деньгах, как заставить деньги работать на себя. Как избавиться от долги и так далее. Я для таких людей работаю. И у меня к вам такой вопрос. Почему вам важно научиться сохранить и правильно управлять деньгами? Вот мой вопрос. Именно почему вы решили, что о деньгах надо учиться? Это очень важно. Чтобы конкретно себе этот ответ нашли. Напишите мне, пожалуйста, почему вы хотите учиться о деньгах? Хорошо, Людмила, пишите, потому что не умею. Пожалуйста, активно давайте общайтесь со мной. Общайтесь со мной, когда задаю вопрос. Ого. Чтобы иметь стабильность и возможность свободы. Чтобы промножить из-за недостатка денег. Хорошо. Дальше. Дальше. Пожалуйста, пишем. Хочу, чтобы денег было много и их тратил. Ого. Хорошо. Деньги как приходят, так и уходят. Это силы. Хорош. Стать финансово свободным. Чтобы делать это правильно. Хочу много путешествовать. Это интересно, дает много возможностей. Хорошо. Никто не учит этому, чтобы лучше понимать этот материал. Мир. Долги. Ого. Отлично. Мечта. Ого. Интересно. Хорошие вещи. Финансовая независимость. Утекает. Господи. Помогает ближним. Помогает, что деньги это. Хорошо. Материальная жизнь. Что пожелаешь. Хочу быть свободным. Реализация самых сменных своих желаний. Чтобы быть. Зульфия пишет. Эксперт. В этом вопросах денег. О, отлично. Чтобы денег хватало на все. Стабильность. И независимо от собственных. О, мужчин. Ух ты. Понимаю. Да, это хорошее образование дочери. Отлично сказано. Отличная вещь. Дорогие мои. Если вы хотите хорошо получать сегодня информацию. Тогда, пожалуйста, у меня есть кое-что к вам. Хорошо? Пожалуйста, внимательно мне послушайте. Теперь больше в чате ничего не пишите. Потому что она отвлекает. Все, что двигается там, это отвлекает сознание многих людей. Я хочу, чтобы все люди, которые сегодня пришли на эту встречу, они получали максимальную пользу от этой встречи. В час, полтора или два часа время, которое вы инвестировали. И я инвестировал, чтобы она принес всем нам пользу. Значит, что мы должны делать? Вы будете в чате писать только тогда, когда я задаю вопрос. И пишите только касательно этой темы. Не задавайте вопросы, которые не касаются этой темы. Я на него все равно отвечать не буду, во-первых. Во-вторых, это отвлекает других людей. И еще кое-что. У меня есть кое-какое правило. Это правило надо соблюдать, дорогие мои. Почему? Это конституция моя. Это, можно сказать, правило, которое мы соблюдаем все эти годы. Четыре вида вопроса задавать нельзя. Первый вид вопрос. Не задавайте вопросы касательно национального характера. То есть этнические вопросы, которые касаются чьей-то национальности. Мы уважаем все нации. Мы служим всем людям. Второе. Не задавайте вопросы касательно какого-либо религии. Мы уважаем все виды религии. Я глубоко верующий человек и ценю все религии. Третий вид вопрос, который не задавайте, это не задавайте касательно вопроса политика. Я не соображаю политики и этим не занимаюсь. Стараюсь держать от него подальше. Правда. Четвертый вид. Это что? Не рекламируйте чего-либо в этом чате. Не говорите мне, не задавайте мне вопрос. Как вы думаете по поводу этой компании или того компании или чего-то? И не рекламируйте, пожалуйста, ничего в этом чате. Потому что я думаю, что люди, которые сейчас собрались в это, они целенаправленно пришли, чтобы чего-то узнавать о деньгах. И моя задача хотя бы каким-то, хотя бы если один процент информации кто-то из вас приобретает с собой, это будет хороший результат. Поэтому, дорогие мои, вы должны меня внимательно послушать, когда говорю, чтобы, потому что я информацию буду давать поэтапно в этом открытом вебинаре. И частично из тех знаний, которые я даю обычно на моих тренингах и так далее, из курсов и так далее. Поэтому надеюсь, что вы получите хорошую пользу на этом вебинаре. Поехали, тогда продолжим. Обычно вот, когда спрашивают, вот такие вопросы мне, такие ответы дадут. И когда спрашивают, почему вы приходили учиться, вот такие вопросы мне пишут, то есть ответы пишут люди. Накопить собственный капитал, избавиться от нехватки денег, зарабатывать больше, составить финансовый план, избавиться от долгов и так далее. То, что я здесь тоже видит, да, хорошее образование дочери, деньги нужны, чтобы осуществить свои планы, быть свободным, чтобы помогать родителям и детям. Это вообще колоссально. Это то, что вдохновляет. Ребята, вы пишите то, что действительно мотивирует, то, что реально заявляется причина. Я верю, что если у человека есть причина, зачем быть богатым, он богатый станет однозначно. Потому что это создаст внутреннюю мотивацию. Внешняя мотивация, это когда вы тренинг посещаете или книжки читаете, или кто-то вам вдохновил, но она гаснет через некоторое время. А вот такие мотивации внутренние, она никогда не гаснет. Она дает огромную силу, огромную силу дает, чтобы двигаться вперед. Я желаю вам успехов, удачи. Поехали. Дорогие мои, что дает вам знание об управлении деньгами? Я буду говорить вам на этот тренинг те знания, которые всего лишь... Если вы усваиваете эти знания, усваиваете эти знания и соблюдаете системы, которые я обучаю, самим из малого даже дохода, даже 25 тысяч или 50 тысяч рублей, если в вашем доходе есть, в среднем вы можете от 30 до 60 тысяч спокойно накопить по одной формуле. Когда вы научитесь, как управлять свои карманы и так далее, от 60 до 100 тысяч спокойно вы накопите. А вот когда вы усваиваете полноценную систему и соблюдаете все механизмы, как я вам показывал, несколько людей, которые кто-то 20% увеличат свой доход, кто-то 50%, кто-то 100%, 200%, 300%. Вот в моем практике что показывают. Есть люди, которые в среднем, в среднем люди, наши слушатели, от 30% до 500% увеличат свой доход в течение года. Кто-то за 2 года, кто-то так. Но ни одного человека я не видел, чтобы пришел и мне сказал, у меня доход не вырос. Ни одного не видел. Это так. 96% мы получаем большие, можно сказать, отзывы, то есть положительные отзывы в наших тренингах. Потому что мы это все сами практикуем. Все мои администрации с этим живут. У нас есть куча кейсов, люди, которые с этим что делят и пишут нам, что о, я избавлюсь от долгов и так далее, и так далее. Если вы, правду мне написали, что здесь вы хотите добиться знания о деньгах, пожалуйста, это курс для вас. Усваивайте его и практикуйте. Мой курс это что такое? Это курс, целый курс делится 5 дней. За 5 дней нужно что? В течение 5 дней, то есть в течение 5 недель, в течение 5 недель по 1 день я провожу в этом курсе. По 1,5-2 часа один урок, потом по видеоурокам люди занимаются. Но это помогает людям, что за 18 месяцев достигать финансовую стабильность. Вы финансовую свободу не достигаете за 18 месяцев, но вы достигаете финансовую стабильность. Когда у вас появится финансовая стабильность, перед вами появится возможность, возможность, действительно, доступ к финансовой свободе. Это похоже, что средняя школа человек посещает, он научится 50 читать, но это появится при него возможность стать кем-кем он мечтает. Здесь точно так же. Вы за короткий строк миллионером не станете, но у вас появится четкое видение, четкая система, которая приведет вас к этому. Дорогие мои, вот если посмотреть на все со стороны, надо задуматься. Спросите себе, пожалуйста, сколько лет вы уже работаете? У меня есть такая философия жизни. Если человек больше трех лет работает, но у него не получилась финансовая стабильность, значит, он не тем занимается, во-первых. Либо не так делает, либо он этого не понял. Спросите себе, пять лет, пятнадцать, тридцать лет уже мы работаем. Почему до сих пор много из нас не решили проблемы с деньгами? У многих из нас есть образование. Многие из нас два-три образования имеют. Но почему-то даже и это образование не помог нам решать проблемы с деньгами. 90% населения испытывает жуткие нехватки наличности, жуткие нехватки денег. И массовый народ попадет в рабство перед долгами, перед кредитами, банками и так далее, микрокредитными организациями и так далее. Почему? Почему так происходит? Вот. Даже что происходит, когда мы стараемся сохранить деньги? Даже что происходит, когда с трудом накопимся с этими деньгами? Что происходит обычно? Мы копим-копим их, при первой возможности тратим. Копим-копим их, при первой возможности снова тратим. Метряем их налево-направо. Сдавайте себе такой вопрос и пишите на бумагу. У себя на бумаге пишите. Не чате, бумаге пишите. Все-таки, все-таки, почему много людей до сих пор не решали проблемы с деньгами? И я в том числе. Просто в чате не надо писать. У себя в бумаге пишите этого. Если вы настроен учиться чему-то в сегодняшней встрече, вы должны на этот вопрос ответить. Требуете от себя ответа. Заставьте себе думать. Когда этот вопрос спрашивают люди, по-разному они отвечают. Люди начинают придумывать миллионы слова, которые абсолютно не подходят к этому. Кто-то говорит лень, кто-то говорит нехватка знаний, кто-то говорит там, ну по-разному обычно. Нехватка знаний, не было возможности, не было шанса и так далее, и так далее, и так далее. Ну, государство еще не для некоторых виноват, общество как-то такое, зарплата низкая и так далее. Кто-то начинает по-разному говорить. Если я напрямую задаю вопрос человеку, говорю, почему именно с тобой так происходит? Почему именно ты не справился с этой задачей? Я спрашиваю прямо в лицо. Почему с тобой это происходит? Когда вот так спрашивают, почему с тобой это так произошло? Они начинают говорить, ну у меня много детей. Знаете, у них такая поговорка, у многих людей. Если бы у меня был бы собственный бизнес, если бы я пораньше начинал бы, если бы я знал бы, как это делать, если бы я не попал бы в долговую яму, если бы у меня жена не оказалась бы такая транжиром, если бы у меня партнер не подвел бы, я не был бы сейчас таким, если бы я не ошибался бы, деньги вложил туда, все, инвестиция рухнула, все потерял. Если бы я пораньше начинал бы накопить, если бы я в 90-х годах начинал бы, если бы я жил бы в другой стране, вот там в другой стране, там лучше, там лучше законы, там такой лучше и так далее, и так далее, и так далее. То есть они говорят миллионы, такие есть ли, есть ли, есть ли. Вот так. На самом деле знание о деньгах требует другие вещи. Если вы готовы учиться о деньгах, поехали, пойдемте. Если вы хотите добиться успеха о деньгах, Два вещи определяют ваше будущее в деньгах. Два вещи. Время и деньги. Время плюс деньги равно результат. Куда вы вкладываете свое время, куда вы вкладываете свои деньги, вы оттуда получаете результат. Основная причина, почему люди не станут успешными в деньгах, она заключается в том, что они время вкладывают в других местах. Например, если человек время вкладывал, чтобы 10 лет стать бухгалтером, он станет хорошим бухгалтером. Если 20 лет, вы работаете педагогом, вы станете хорошим педагогом. Если рекламным менеджером, вы станете хорошим рекламным менеджером. Видите внимание обратнее. То есть ты как специалист растешь в том области, куда ты вложишь время. И ты обменяешь эти свои знания на выключение в деньги и получаешь деньги. Но когда дело касается денег, надо время вкладывать в том, как сохранить, как управлять деньги. Именно в них тогда преуспеваешь. Ошибки совершать. За ошибки платить. Вот тогда ты научишься. Это похоже на езда на велосипед. Ты с первого раза не ездишь сразу. Обязательно падаешь. Обязательно нарушаешь. Это так. Ты ошибаешься и учишься. И ошибки стоят иногда очень дорого. Но этого надо делать. Иначе никак. Так. Я вкладывал в свое сознание. Я вам показал свои наставники. Я до сих пор учусь. Я вкладывал в свое сознание более 3000 часов учебы о деньгах. Более 3000 часов учебы о деньгах. Я учился более 10 тысяч формул о деньгах. Более 200 систем о деньгах. Система Toyota одна система. Система гостиничный комплекс Hayat одна система. Система дистрибьютизма Coca-Cola другая система. Система, скажем, McDonald's, ресторан, закусочные. Это другая система. Я учился более 200 систем. Как это все поставить? Как это распространено? Как это активно делать? Теперь внимание. Я вкладывал в своем голове более 600 тысяч долларов. Мой тренер когда-то мне сказал, что тебе нужно учиться 3000 часов. Я это ставил в цель, до этого дошел. Когда зашел за пределы 3000, я перестал читать, сколько часов уже учусь дальше. Это было 2 года назад. Я вам скажу одну очень важную вещь. И, пожалуйста, подумайте о том, что буду говорить. Внимание обратите. Я встречаю постоянно людей, которые они хотят чего-то добиться. Но редко встречаю людей, которые готовы к этому. Как вы себя читаете? Готовы ли вы действовать? Или вы еще внутри себя не можете перебороть себя, изменить ту точку зрения, которая у вас есть? Илья, дорогой, я буду об этом говорить. Если у тебя хватает терпения, до конца потерпи, послушаешь, до конца поймешь. Несколько форму получишь. Это очень важно. Это первый признак, когда все хотят быстро разбогатеть. Вот это. Вот это. Это внутреннее состояние. Ваше внутреннее состояние отношение к иметь к деньгам. Спасибо. Если вы готовы, тогда послушайте мой первый совет. 300 часов учитесь о деньгах. Первый этап. 300 часов учитесь о деньгах. Просто учитесь о деньгах 300 часов. Это очень важно. Когда вы 300 часов учитесь о деньгах, что произойдет с вами? Первоначально старый шаблон модел, вот это шаблон поведения, старый шаблон начинает меняться. Это похоже, что вода, когда не дадите 100 градусов, она не кипит. Я повторю, вода, пока не дадите 100 градусов, она не кипит. Свинец, пока не дадите 325 градусов, она не кипит. Точно так же и сознание человека. Ваше сознание имеет жесткую форму. Оно уже формировано. Ваши убеждения, они формированы. Они имеют жесткий модел, жесткую форму. Мы верим в определенных вещах. У нас формированы привычки. Вы, если внимание обратите, у богатых людей другие привычки, у бедных людей другие привычки. Это жесткая форма. Каков формат у вас? Я не знаю. Вот это очень-очень важный модел. Думайте об этом. Для того, чтобы стать успешным, первое, что требуется, это формировать привычки богатых людей, мышление богатого. Все это требует у вас более 300 часов учебы. Как 300 часов вы учитесь о деньгах, выкладываете время и деньги в это. После 300 часов у вас начинается появляться мышление миллионера. Вы начинаете видеть миллионы возможностей. Это как? Это умение видеть на одного доллара, миллион долларов. Что такое мышление миллионера? Это умение видеть, умение смотреть на океан и видеть капельку воды. Это означает, что вы смотрите на гигантский бизнес, на крупный бизнес и начинаете понимать, от чего она состоит, как она строена, по каким принципам она стала таким. Вы начинаете видеть в селе гора, который состоит от песчинки, и наоборот, на одну песчинку селе гора. Вот так формируется первоначальный шаг. Я вам давал только что один главный совет, который приводит вам к этому успеху. Три основные шаги, без которых финансовая свобода невозможна. Три основные. Выберите себе одного наставника и селенаправленно учите. Не учитесь у разных систем. Я пока у одного наставника полноценный не обучал, я не пришел к другому наставнику. Знаете, проблема людей в чем заключается? Есть много умных людей, но их незнание им не помогает. Почему их незнание им не помогает? Это, знаете, похоже на что? Они чуть-чуть где-то послушали, где-то чуть-чуть книги читали, где-то чуть-чуть сами поняли в своем собственном опыте, где-то осознали, что-то не осознали. Везде, вот так, понемножку, понемножку. Их незнание выглядит похоже на что? Похоже на то, что человек хочет приобрести машину, например, вы хотите приобрести машину, но вы купили карбюретор Жигули, колесо Камаза, радиатор там BMW, еще чем бензин насос, там Mercedes. Что-то вы хотите собирать, не получается. У многих людей, у многих людей, я повторю, у многих людей их незнание именно так формировано. это означает, что скрепт не заключается в том, что вы владеете информацией, скрепт в том, что вы соберетесь делиться этим информацией потом. Я снова повторю, скрепт не заключается в том, что вы владеете этой информацией. Ну, что, что владеешь? Знать это ничего не даст. Это усваивать, это совсем другое. Понимать другое. Внимание обратите. Поэтому у многих людей знание есть, но это не помогает им. Потому что они не умеют его практиковать. А почему не умеют практиковать? Потому что они не понимают, что скрепт не в знании, скрепт в комбинации этих знаний. Комбинация знаний с характером, комбинация знаний с привычком, комбинация этих знаний с твоим поступком, ежедневным, стабильным поступком, с твоим мышлением. А вот, если ты не можешь воспитать свою личность, знание никогда не помогает. Я встречаю много умных людей, которые очень умные, но они не реализованы в жизни. Почему они не реализованы? Потому что у них не хватает характера. Они не могут себя воспитать. Они умом понимают, что у них есть много слабостей внутри, много отрицательной привычки, много отрицательной черты характера. Они умом только понимают. А вот в реальности они не могут победить себе. Однажды один человек подошел ко мне и сказал, Довлатов, скажите, пожалуйста, вот я слушаю ваши тренинги, мне так нравится, я хочу бросать курить, но никак не справляюсь. Я сказал, если скажу правду, не обидитесь? Он сказал, нет. Ему за 50, может быть, около 60. Я сказал, знаете, если вы чуть-чуть станете умнее, вот чуть-чуть, вот немножечко, вот столько. Если чуть-чуть станете умнее, сразу бросите курить. Он был в шоке. Он был реально в шоке. Он сказал, как? Он сказал, я за 22 года не стал умнее? Я сказал, возможно, вы стали специалистом в вашем работе. Я сказал, что, знаете, возможно, вы стали хорошим специалистом где-то. Возможно. Но вы как человек не выросли. Что является показателем, что человек вырос? Его разум имеет власть над его слабостью. Именно это единственный показатель отличия человека от остальных живое существо. Твой разум имеет власть на твой гнев, на твой зависть, на твою ревность, на твой страх. Если твой разум не имеет власть над тобой, на твои жадности, страхи, сомнения, страсти, соблазны, значит, ты не растешь. Если год прошел, твои правички не изменились, значит, ты не растешь вообще. Теперь будем говорить о деньгах. Вот, дорогие мои. Внимание. Внимательно все послушайте до конца. И вы много для себя берете. Просто внимательно надо послушать. Три шага, без которых финансовая свобода невозможна. Первый это какой? Первый шаг – это умение мыслить, как богатые люди. Пожалуйста, внимание, послушаем. Это умение что? Мыслить, научиться мыслить, как богатые люди. Пожалуйста, внимание. Одежда, которую мы носим, техники, которую мы используем, машины, которыми ездим, лекарства, которыми пьем, продукты, которыми кушаем, дома, которыми живем, города, которыми живем. Это все когда-то были чьи-то мысли. Я повторяю. Это все когда-то были чьи-то мысли. Это все когда-то были чьи-то мысли. Дело в том, что богатые люди умеют мыслить. Мысль является главным сырьем богатства. И оно в изобилии у вас дано. Оно у вас очень много. Только как ты это используешь? Выбор за тобой. Я привожу такой легкий, простой пример. Это такой колоссальный пример, который я часто в своих презентациях рассказываю. Кстати, после одного моего презентации один парень пошел, оказывается, этим даже начал заниматься в городе Атрау, Казахстане. Смотрите, на улице идет парень, смотрит мусорьку. Он видит мусорьку и думает, о, люди бессовестные, мусор бросают везде. Он видит у себя в уме микробы, он видит грязь, он видит это все и думает, какие бессовестные люди, везде грязь. И он идет и сам себя ругает, идет на работу, сам себе настроение испортил, пошел на работу. Приходит следующий человек, смотрит на ту же самую мусорьку и думает, почему бы меня не попросить у администрации города это местечко. Классное местечко. Я мог бы тут хороший какой-то бизнес делать, закусочный или что-нибудь. Он уйдет. Приходит следующий, смотрит на ту же самую мусорьку и думает, вау, вот оно что. Вот оно где бизнес, вот оно где нижний поток, почему бы мне не открыть бизнес по переработке этого мусора. Ну-ка давай почитай, что тут много. Пластмасса много, кордона много, что много тут. И начнет салфана много, начнет думать об этом. Потому что богатые люди от мусора дают деньги, бедные люди деньги превращают в мусор. Он уходит. Приходит следующий парень, приходит следующий парень, смотрит на ту же самую мусорьку и думает, надо почитать, сколько мусорка в городе. Надо подумать, как я могу построить бизнес по перевозкам мусора. Почему бы не делать? Вывоз мусора. Но вот люди с каждым днем больше будут мусор бросать. Что больше всего людей раздражает? Грязь. Люди не хотят жить в грязи. Они готовы платить для этого, если это будет чистота. А почему бы мне эту проблему не решать? Понимаете, каждый смотрит одна и та же картинку, но видит разные. И это уходит. Приходит следующий парень, смотрит на ту же самую мусорку и думает, ух ты, завтра мусор надо сюда принести. Кто мне понял? Кто мне понял? Пожалуйста, ставьте какой-то знак. Вы мне поняли, да? Он смотрит и думает, вот она, куда надо принести мусор. Это означает, отлично, отлично. Поняли, да? Это означает, внимание, внимание, родные мои, внимание. Это означает, что глаза человека видят то, что позволяет его ум. Повторите за мной. Глаза человека видят то, что позволяет его ум. Глаза человека видят то, что позволяет его ум. глаза человека никогда 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 не может видеть то что не выйдет его ум человек видит умом а потом его глаза ищет этого вот она к чему мы должны стремиться сами первые шаг это научиться мысли как богатые люди чтобы этого понимать я расскажу несколько вещей чтобы этого спасибо юлия вы умница если вы ловили этого вы просто ювелир ценность дорога ценность понимает только ювелир обычному человеку это выглядит стекло внимание внимание когда я начал понимать что богатые мыслить просто другому это главный инструмент поэтому когда богатого ты забери все его богатство забери все он попадет даже пусто ничего нет у него поверьте просто его чужой земли чужой стране даже он через них которые верим снова станет богатыми почему потому что он умеет думать и эта способность особенно дано богом дано всем нам всем на но нам конечно много люди будут говорить вам что ого это невозможно разве могут ли там крокодили летать разве могут ли рыба летать или так нет ребята крокодил знает свое место его господь таким сделал сюжет он умрет крокодилом рыба всю жизнь будет плавать в море и умрет как гриба а человек станет великим вот в отличие человека в этом любишь польза ну давай пользой тогда любишь летать пожалуйста летай вот почему господь нам давал такой шанс дерево умрет как дерево она никогда не меняется а вот человеку дано видит видит возможности посмотрите посмотрите вокруг себя посмотрите вокруг себя и вы мне поймете все люди которые сегодня успешны вокруг вас друзья знакомы так далее как они стали богатыми они видели возможности чуть раньше других они даже брали с невозможно на те возможности которые не не верили с вами да может кто-то из них даже нам предлагал давай вместе дело а мы сказали да нет я не хочу это я по-другому буду жить мы все люди разные теперь внимание когда начали понимать что люди мысли по-разному я начал докопаться в их мышлении видите 30 лет я работаю с людьми если вы долго работаете плотником вы знаете из какой дерева какой мебель получится если вы долго работаете поваром вы знаете с какой мяса какая блюда получится я специалист по человеке мне достаточно немножко общаться с человеками я понимаю его будущее я понимаю куда он дойдет конца концов почему потому что что в голове человека это его будущее повторите за мной человек сегодня нет завтра когда нибудь когда нибудь все равно все равно в итоге оказывается там где его мысли highlighter что говорит человек о чем думает человек это его будущее скрыт в том что человек не может говорит то что он не понимает те мысли которые он неспособим понять его голове не появится в голове человека появится только те мысли которые у него сильно хватает понятия вот а на интересная вещь его голове не помещается то, что он не способен понять. Вот она. Внимание обратите. Вот она. Внимание. Наши поступки, они никогда не бывают умнее, чем наши мысли. А наши мысли никогда не бывают умнее, чем наши понимания. Повторяю. Наши поступки никогда, никогда не бывают умнее, чем наши мысли. А наши мысли никогда, никогда не бывают умнее, чем наши понимания. Человек всегда поступает так, как он понял. Если он говорит, я это все понятно, я это все знаю, я это все слышал, ну что там, это же понятно же, но не может делать, значит он не понял. Он думает, что он знает, что он просто не понял. Вот она. Поэтому, когда я начал докопаться до этих механизмов, я начал понимать, что интересный механизм там. Мы нашли 54 категории отличий, почему одни люди мыслят так, другие мыслят так. Например, одно из них пара слов, два-три из них, коротко по пару слов скажу на этом открытом вебинаре. Бедные мысли категориями нехватки. Что такое бедные мысли категориями нехватки? Они постоянно думают о нехватке. В течение дня больше всего они думают о том, что им не хватает. Вольно-невольно думают. Человек, знаете, как пластинка, которая заелся, да? Засыкливается человек на том, что у него не хватает. Человек больше всего думает в течение дня, особенно о деньгах. Человеку где-то не хватает внимания, где-то не хватает времени, где-то не хватает знаний, где-то не хватает уверенности, где-то не хватает. Он постоянно думает о нехватке, сам не понимая этого. Потом это дойдет до уровня автоматизма. И потом это отражается на качестве его жизни. Как оно отражается? Человек зарабатывает 100 долларов, расходит 100 долларов. Он чувствует, что не хватает. И что он думает? Надо мне зарабатывать больше, тогда точно хватит. Он начинает подрабатывать где-то, второй работу строится. Думает, надо каким-то образом 300 долларов заработать, потом хватит. Он дойдет до 300 долларов, но почему-то расходы станут 300 долларов. Потом он думает, нет, надо каким-то образом заработать 500 долларов, точно хватит. Он зарабатывает 500 долларов, расходы станут 500 долларов. Он думает, нет, я, наверное, не учитывал, что детский сад подорожает. Я не учитель, что инфляция будет. Я не учитель, что там кто-то заболеет, там родные и так далее. Я не учитель, что это неожиданные расходы. Надо тысячи зарабатывать, точно хватит. Он 2-3 работы устраивается, работает, дойдет до тысячи. А почему-то, как до тысячи дойдет, почему-то у него долги, кредиты появятся. Теперь точно не хватает. Странно, да? Внимание обратите, как это странно работает. Он заработал 300 долларов, долги не было. Теперь больше тысяч, долги, кредиты. Он в шоке, почему так происходит. А вот что я хочу вам сказать. Скажите, пожалуйста, у кого из вас это происходит? Или произошло с вами в жизни? Честно только. Вы можете себе, не надо врать, говорите правду. Пишите у меня или так. Да, да. Как-то дайте знак или улыбайтесь, что-то не вот такое. Я понимаю. Да. Доходы растут, расходы растут. Доходы растут, расходы растут. Странным образом. Непонятно, как, но это происходит. Отлично. Хорошо вы сказали. Спасибо. 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 Внимание обратите. Внимание обратите. Вот мое научное исследование что показало. Я нашел 9 симптомов, 9 симптомов, которые возбуждают сознание человека, чтобы это подталкивает человека к этим поведениям, к этим поступкам. Итоги он придет к этим нехваткам. Он понимает, не понимает, не важно. Он верит, не верит, не важно. Это факт. Это знаете, на что похоже это факт? Знаете, у вас вы дома сидите. Посмотрите, у себя там розетка есть? Розетка. Электрическая розетка есть? Да или нет? Есть. Так? Внимание обратите. Если сейчас вы открываете эту крышку, пальцы засовываете туда, ток вас бьет или нет? Ток вас бьет? Бьет или нет? Ток вас бьет. Согласны? И ток вас бьет, независимо от того, вы это понимаете или не понимаете. Ток вас бьет, независимо от того, вы этому верите или нет. Независимо от того, вы женщина или мужчина. Независимо от того, кто вы. Это факт. Точно так же эти симптомы работают, как это электричество. Потому что это много лет работал, много проверил. На тысячи, тысячи людей видели результат. Мышление нехватка глубоко сидит в сознании людей. И она автоматически возбуждается, и человека подталкивает. Человек принимает какое-то решение, которое приведет к этой нехватке. Результат вашей жизни – это продукт вашего решения. Например, один пример скажу. Парень подошел ко мне, бизнесмен в Кыргызстане. И мне говорит, да, Владов, я четвертый раз в таком положении. Почему со мной так происходит? Я говорю, ну-ка расскажи. Он говорит, я поднимаю бизнес, дойду до определенного уровня, потом что-то произойдет, я потихонечку все потеряю. Я залезу в долгах, куча переживаний, нервы, все так. Потом снова как-то так, не могу понять, вроде бы работаю там по-прежнему, продолжаю, потом чуть-чуть поднимаюсь вверх. Вот это уже, это колебание, я поднимаюсь снова, дойду до хорошего уровня, потом опять так, уже четыре раза банкротился. И этот раз, вы представьте, парень занимается бизнесом 22 года. И он мне говорит, у меня сейчас миллион триста чем-то тысяч долларов долги. Честно, я не знаю, куда пойти. Я пришел к вам, потому что люди все, кого я знаю, они сказали, бежать к этому человеку, он тебе поможет. И поэтому я пришел к вам. Он пришел ко мне на консультации. Я ему сказал, у тебя глубоко сидит в твоем подсознании. Именно программа не хватит. Это как бомба, как миня. Как наступает момент, он созревает, и все, на тебе. Я хочу вам сказать, дорогие мои, это работает хуже, чем раковые клетки. Массовый народ является заложником этого. Массовый народ страдает. Вот почему я провожу тренинги. Вот потому что я понял, что это, если тебе Бог давал понимание этого, тебе обязаны об этом говорить люди. Когда я понял, что вокруг сколько людей страдают. Я сам страдал немало. Очень много страдал. Еще как страдал. Пока не переобучаешь свое сознание. Пока не приключаешь свое сознание. Не изменяешь картографы своего мышления. Страдание конкретно будет. Богатые мысли категориями изобилия. Что я даю в своих тренингах? Я показываю людям, как это делает, какие дают симптомы, как их лечить. Когда люди научатся это лечить, знаете, у них формируется мышление изобилия. И когда это формирует мышление изобилия, он поймет это, он понял. Только тогда его жизнь он реализует. Как вы понимаете, что такое изобилие? Что такое изобилие? Пожалуйста, напишите. Как вы понимаете, что такое изобилие? Много. Пожалуйста, еще что? Давайте активно пишем. Эй, ребята, надо активно общаться со мной. Достаток. Классно. Изобилие это состояние ума. О, здорово. Галина, кто это написал? Юля, супер. Вы молодец, умница. Всего достаточно. Больше, чем достаток. Хватает всем. Когда не думаешь об этом. О, кто это сказал? Классно. Ну, только там на английском написано, если вдруг неправильно читает. Больше, чем тебе нужно. О, и готовьте поделиться. Алексей, супер, сказал дорогой. Супер. Больше всего. О, классно. Избиток. Ого. Здорово. Когда в его уме нет ограничений. Вау. Супер сказано. Отлично. Дорогие мои, внимательно. Давайте я чуть-чуть тоже добавлю. Все сказано круто. Так и есть на самом деле. Так и есть. А вот у меня к вам следующий мой вопрос. Интересный вопрос. Необычный. Но сначала чуть-чуть послушайте мне. Знаете, вот в нашей жизни есть некие вещи, которые являются действительно продуктом изобилия, предметом изобилия. Есть. Например, здоровье. То есть ты без него не можешь, но когда она у тебя есть, ты о нем не думаешь. Пожалуйста, внимание. Здоровье у вас, значит она изобилия. Если здоровье в изобилии, ты без него не можешь, но о нем не думаешь. Любовь. Когда любовь бывает в изобилии в твоей жизни, без него жить трудно без любви, тоска, переживание. Без него жить тяжело, но ты о нем не думаешь. Значит, у тебя любовь в изобилии. Однажды одному человеку я спросил, сколько лет живете? Он мне сказал, 62 года у меня сменит жизнь, живем вместе с женой. Я спрашиваю у этого. Я говорю, а вы любите ее? И он говорит, ни разу не задумался об этом. Я тогда думал, вот она, вот она любовь. Значит, это в изобилии. 62 года жили вместе. Надо же. Вот она. Когда любовь у тебя в изобилии, тебе в голову не происходит, тот меня любит или нет. Воздух. Мы дышим воздух. Ты не можешь без него, но о нем не думаешь. Вряд ли кто-то не будет из вас, утром встает, планирует. Сегодня 5000 раз надо делать вдох, 5000 раз надо делать выдох. Больше дела нельзя, а то на завтра не хватит. Вряд ли кто-то так делает. Вынимание. Значит, это изобилие. Вот оно изобилие. Вот оно, изобилие. Внимание. Вот. А у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, хотите, чтобы деньги стали для вас именно предметом изобилия? Именно этого я обучаю. Но это за один день не происходит. Это работа над собой. Вы представьте на минуту, сколько лет мы учились с вами, столько лет по-другому думали. Вы согласны со мной? Сколько-то лет у нас у нас формированы уже, понимаете, совсем формированы убеждения. Его надо переучить, требует время. Но это произойдет, когда произойдет понимание. Как вы поймете этого? Вот так работает. Она произойдет, как видишь, шельчок. Она произойдет, как будто фонарик горит у тебя в темноте. Знаете, Конфуция что говорит? Конфуция говорит, лучше зажечь маленькую свечу, чем всю жизнь проклинать темноту. Я думаю, вот подумай, я думаю, лучше один раз эти вещи научиться и начинать практиковать несколько времени до тех пор, пока это тебе не получается, чем всю жизнь жизнь в нехватке. Я думаю, что для человека, понимаешь, между моих словах есть много уроков. Ловите их, ладно? Это и есть мышление богатого. Богатые видят уроки везде. Они вообще нахучатся. Дальше пойдемте. Скажу еще пару как-то вещей. Остальные 9 симптомов нехватки, если вы хотите лечиться, если вы хотите формировать мышление изобилия, вы это узнаете в нашем курсе, вебинар, который будет после. Все это я потом в конце объясню. Дальше пойдем. Бедные мысли и категории, я все это знаю. Что это означает? Я все это знаю. Возможно, вы слышали таких людей, все знайки. Вы общались с такими людьми? Есть такая группа людей, которые все знают. Они вам говорят, о, это понятно, я это знаю. Ты рот не откроешь, о, это все понятно, я это знаю. Но когда видишь, как они живут, ты понимаешь, что они вообще не живут так, как они говорят. Внимание обратите. Когда человек считает, что он все знает, это самая первая беда. Именно это закрывает его путки успеха к удаче. Именно это останавливает его. Это отталкивает его. Сами подумайте на минуту. Сами подумайте. Я верю, что кроме Всевышнего, больше никто не мог знать все. Я верю, что человек создан, чтобы до конца своей жизни он учился. Быть всю жизнь учеником, это духовный долг каждого человека. Я этому верю. Можно учиться у всех людей. Даже у ребенка можно учиться то, что у тебя нет. Когда Господь создал людей, Он давал больше 200 талантов людям. Но каждому человеку давал отдельно один талант. И этот талант, у него выдавшийся талант. Почему Он давал этот талант ему больше всего? Чтобы Он кормил себя. Чтобы Он нашел себя. Чтобы Он реализовал себя. Чтобы Он служил людям. Принес пользу. Помните, что в этом мире помните одну важную вещь. Что в этом мире есть много людей, которые нуждаются в вас. Нуждаются в вашей поддержке. Нуждаются в вашей любви и вашей помощи. Это очень важно понимать. На каждого человека действительно определено это. Внимание! Бедные люди, мысли категориями, я все это знаю. Сами подумайте. У всех богатых людей, у всех богатых людей есть наставники. У всех богатых людей есть консультанты. У всех богатых людей есть советники. У бедных людей нет, потому что они все знают сами. Они все знают сами. Я снова повторю. Они все знают сами. Они все игнорируют? Они руку помощи игнорируют? А на самом деле может быть Всевышний связывает их с теми, кто помог бы им, но они это все игнорируют? Найдите одного богатого, у которого нет консультанта. Найдите одного мудреца, у которого нет советника, наставника нет. У конфутица даже были наставники. Понимаете? У всех великих людей есть наставники, поэтому они великие. У бедных нет, потому что они все сами знают. Когда я об этом думаю, это действительно смешно смотрится. Но это так. Это как бы ни говори, но это так. Это надо понимать. Внимание. Богатые мысли категориями, это мне в чем-то, если поможет, если хотя бы в чем-то поможет, это того и стоит. Хотя бы в чем-то, хоть чуть-чуть поможет, это того и стоит. Богатые так мыслят. Это правда. И это круто. Хоть в чем-то. Спасибо, Лариса. Я хочу быть жизнерадостным. А как по-другому? В этом мире надо радоваться каждый день. Смотрите, я общаюсь с вами. Я получаю удовольствие. Я живу этим. Это моя миссия. Если Бог мне давал это понять, почему бы это не донести до тех, кому это вдруг поможет. Поэтому я радуюсь. Я радуюсь, что я приобретаю столько друзей. Это здорово. Это очень важно. Пойдемте дальше. Бедные мысли категориями потом. Ребята, 54 категории мышления богатых и бедных людей мы изучали и нашли. Если вы усваиваете эта категория, поверьте моим словам, вы на 10 шагов растете сознательно. Ваш разум совсем по-другому начинает мыслить. Ваш разум начинает видеть ваши проблемы, как решать. Это правда. И ваш разум видит, как решать их эффективно. Это словами не передавать. Внимание. Внимание, обратите, дорогие мои. Бедные мысли категориями потом. Что это означает бедные мысли категориями потом? Постоянно все самое то, что нужно, все самое необходимое откладывали на потом. Бедные люди всегда откладывают то, что самое необходимое на потом. Они здоровье откладывают на потом, жизнь откладывают на потом, любовь откладывают на потом, учеба откладывают на потом, работу откладывают на потом. У них очень много накапливается важные вещи, которые они своевременно не делали. Постоянно откладывают на потом. А потом это все накопится. Когда это все накопится, наступит тот день, когда это все начнет что? Морально давить на человека. И это ослабевает скорость мышления человека. В связи с тем, что он постоянно под напряженной работой под давлением, у него быстро источнивается нервная система. Устает. Хроническая усталость начинается с этого. Поэтому одна из категорий мышления бедных людей – это потом. Поэтому они не занимаются здоровьем. Они не откладывают деньги. Они не учатся. Они это все откладывают. Потом наступает тот момент, когда у них раздражение растет больше всего. Усталость растет больше всего. Вот так. Потом куда бы ни смотреть в свои жизни, там много проблем. Везде проблемы накапливаются. Там смотрят проблемы, тут смотрят проблемы. Жизнь начинает выглядеть трудным. Жизнь начинает выглядеть тяжелым. Жизнь начинает давить. Посмотрите вокруг себя. И вы увидите одну интересную вещь. Сейчас в дальний момент, в дальний момент в этом мире происходит одна интересная вещь. Это что? У многих людей ощущение, что жизнь стала сложной. У многих людей ощущение, что жизнь стала трудной. Многие люди так думают сейчас. Им кажется, что как будто жизнь реально трудна стала. А на самом деле, жизнь не трудна стала. Жизнь начала быстрее расти. Я хочу сказать, что жизнь начала быстрее подорожать. Очень быстро подорожать. Уровень жизни начала подорожать быстрее. А возможности и умения людей осталось по-прежнему. Если вы посмотрите, стоимость жизни подорожает очень быстро. 100 долларов, которые у вас сегодня, это не то же самое 100 долларов, которые у вас было 10 лет назад. Вы не можете на 100 долларов, которые сегодня, купить то, что купили бы 10 лет назад. Жизнь подорожает очень быстро. И у людей умение и умение зарабатывать не успевает развиваться на этом уровне. Я бы сказал, что 70-80% людей не могут адаптироваться к новому уровню жизни. Поэтому им ощущение, что жизнь давит на них. У них способность, наверное, они не успевают переобучать себя. Они не успевают новый уровень жизни, особенно среднего поколения. Особенно. Вот так. Поэтому это так выглядит. Богатые мысли категориями решительности. Кто часто принимает решения, он развивается. Кто принимает решения, даже ошибочные решения лучше, чем не принимает решения. Потому что это для человека более уверенным в себе. Кто несет ответственность? Тот, кто принимает решения. Значит, дорогие мои, а все остальные 50 категорий мышлений, о их отличии, о их пользе и так далее, вы узнаете в нашем пятинедельном уроке. Второй шаг. Хочу говорить несколько еще о деньгах. Второй шаг. Научиться сохранить деньги. Кому из вас очень тяжело сохранять деньги? Вроде бы зарабатываете, вроде бы хорошо зарабатываете, но не получается сохранить деньги. Давайте по-честному. Вроде бы работаю, вроде бы делаю, но что-то не получается. Есть такое? Вроде бы не бездельничаю, вроде бы работаю, но что-то не получается. Как и не хватает, так и не хватает. Есть такое? Отлично. Хорошо, дорогие мои. Я понимаю. Знаете, существует три этапа отношения к деньгам. Пожалуйста, внимание. Три этапа отношения к деньгам. Первый этап – это зарабатывание денег. Зарабатывать деньги намного проще, намного легче, чем сохранить. Второй этап – это сохранение денег. Третий этап – управление денег. Каждый этап – они сложнее и сложнее. Зарабатывать попроще. Например, все умеют зарабатывать. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Я повторю, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Но мы все зарабатываем. Абсолютно все зарабатываем. Даже обычный школьник могут зарабатывать. Пойти там подъезд помедили, машину помоют и дадут ему чуть-чуть деньги. Мы все зарабатываем. Никто не бездельничает. Большинство из нас работает. Вот так. Но зарабатывая деньги, ты никогда не разбогатеешь в деньгах. Потому что, чтобы зарабатывать, зарабатывание деньги – это твое, ты отдаешь свое время, это ограничено, ограничено твои возможности, твоим доходом. Надо научиться сохранить деньги. Скорее богатство, не зарабатывание, а в сохранении. У меня к вам такой вопрос. Один человек зарабатывает 5000 долларов. Другой человек зарабатывает всего лишь 600 долларов. Внимание. Один – 5000, второй – 600 долларов. Кто из них разбогатеть в деньгах? Кто из них больше разбогатит? Один – 5000 зарабатывает тот, кто 600 зарабатывает. Ни один – ой, Наталья, вы молодец, какая умница. Вот, видите, кто-то читает, что 600, кто-то читает, что 5000. Интересно, да? Кому хватает, пишет вот. Кто-то. Ага. Тот, кто… Вау! Вероника, не просто прелесть. Умница. Это так. Разбогатеть не тот, кто больше зарабатывает. Разбогатеть тот, кто больше сохраняет. Тот, кто научился сохранить. Разбогатеть именно тот, кто больше сохраняет. Вот кто больше сохраняет, вот он разбогатеет. Дорогие мои, когда для касается денег, нужна система. Поскольку вы работаете с деньгами, это постоянно работа, нужна система. Одноразовая работа не пойдет, потому что нужна дисциплина. А когда нет системы, дисциплина очень тяжело. Вот смотрите, одноразовое решение – это воду таска, а системный подход – вот она. Скажите мне, пожалуйста, у вас дома есть вода, так? У вас дома есть вода. Вот у меня к вам вопрос. Вы в течение дня думаете о воде? Вы в течение дня очень много думаете о воде? Или вообще не думаете? Вы его не думаете. Вы пойдете, когда надо, используете, правда? Просто пошел, использовал. Сколько надо, сколько использовал. А почему? А без воды в течение дня жить можем? Нет. Значит, вода стала предметом изобилия. Мы без него не можем, но о нем не думаем. А почему так произошло? Потому что системный подход. Система решает. Нужно над деньгами именно системным подходом решать. Системный подход позволяет нам решать проблемы. И те проблемы, которые повторяющие характер имеют, надо их системным подходом решать. Дорогие мои, правило движения денег, оно похоже на правило дорожных движений. Когда человек покупает машину, он не говорит, что это моя машина, буду ездить, как хочу. Он соблюдает правила. А когда человек зарплату получает, что делает? Это мои деньги, делаю то, что хочу. Если дорожные правила уберем, люди будут ездить каждый так, как понимают. Здесь то же самое. Если человек, смотрите, если дорожные правила человек не знает, он ездит по понятиям. Здесь то же самое. Люди с деньгами не могут разобраться, не могут решать свои проблемы. У них постоянно то густо, то пусто, то не хватает. Только потому, что нет какой-то стандартной системы, чтобы кто-то обучал их. Каждый изобретает велосипед. Каждый придумает правила. Каждый делит так, как понимает. И много ошибается. А проба ошибок, когда путем проба ошибок в деньгах, это очень дорого обойдется. Многие люди мне спрашивают, да Владов, разве каждый может учиться о деньгах? Разве каждому можно научиться? Я всегда верю одно. И рассказываю, и снова говорю вам. Это обязательно могут учиться любой человек. Тут ничего сложного нету. Знатого деньга. Почему? Вот оно, правило. Посмотрите на это правило. Кто помнит вот это правило? Кто из вас помнит это правило? Кто помнит это правило? Вы помните? Вот назывался правописание. Скажите мне, пожалуйста, средняя школа научила нас всех писать, читать. Средняя школа доказала нам, что любого человека можно научить. Только кому-то один раз надо показать, кому-то два раз, кому-то пять раз. Вот это навык. И это навык привлек к новой цивилизации. Посмотрите, какая цивилизация у нас появилась. Благодаря чего эта цивилизация? На земле жизни существует более 2 миллиарда. На земле жизни существует более 2 миллиарда. Я где-то прочитал это, что человек живет более 2 миллиарда лет. Но мы по-настоящему начали жить как человек в последние столетия. В последние 100-200 лет мы начали как нормально жить. А что стало причиной такого развития цивилизации? Что стало причиной такого яркого, блестящего жизни? Что помог нам так хорошо начать жить? Это что? Это? Это средняя школа. Это те учителя, которые порой мы не оцениваем. Именно они стали причиной того, что вся эта цивилизация просветает. Потому что средняя школа научила всех. Массовое образование делало доступно для всех. Например, 10 век назад, или всего лишь в 15 веке, или в 12 веке, много людей не могли обучать читать, учиться и так далее. Как вы думаете, сколько процентов людей в 15 веке могли писать читать? Массовый народ, в мировом уровне. А я думаю, менее 1%. Вопрос. Я так думаю. Менее 1% людей могли писать читать. Если взять массовый народ. Конечно, я не говорю о каком-то маленьком городе. Только знатный класс обучат своих людей. А почему богатые не обучали бедные? Потому что они думали, что им бесполезно учить это варваре. Они все равно не поймут. Было такое восприятие? Это было так. Теперь внимание обратите. У меня к вам вопрос. Сколько процентов людей сейчас финансово свободны вокруг вас? Лариса, ты очень богатая, если 20% вокруг вас так и богатая. У нас все свободнее. У разных людей по-разному. Посмотрите, сейчас интересную вещь вы поймете. Вы сейчас мне поймете. А теперь у меня к вам такой вопрос. Сколько процентов вокруг вас люди умеют писать, читать? Сколько процентов? Видите? Умеют писать, читать вокруг вас. Знакомые, родственники, друзья. Почти все умеют писать, читать. Так? Средняя школа всех научили. Вот почему я обучаю финансовую грамотность. И вот почему я это делаю для себя. Главная задача. Кто меня понял, улыбайтесь, пожалуйста. Улыбка показатель радости. Что вы, кто, кому из вас это вдохновило, что значит этому можно научиться. Тут ничего сложного нет. Знаете, интересный механизм в чем заключается, родные мои? Очень интересный механизм. Например, человек, который не мог писать, читать в 10 веке. Человек, который не мог писать, читать в 10 веке. Смотрел на тот, который умеет писать, читать, думал, о, он, наверное, очень умный. Это означает, что существовала такая барьера, такая стена между теми, кто мог писать, читать, и теми, кто не мог писать, читать. Даже сейчас, если вы современные технологии не понимаете, или любой человек, я сам себя чувствовал иногда так, когда чего-то сам не понимаешь, себя чувствуешь такой глупыми. Это так. Когда смотришь на того, кто это умеет, думаешь, вот он умный, да, вот у него как хорошо получается. Вот такое ощущение сейчас между богатыми и бедными. Обычно люди смотрят на богатые и думают, наверное, он очень умный. Как он разбогател? Я вам открываю интересный секрет. Тут ничего сложного нет. Просто надо очень важно понимать. Понимать одну несколько главных вещей. Все. И как средняя школа научила всех нас писать, читать, этому можно научить любому. Как средняя школа это делала? Кому-то один раз показала, кому-то два раз, кому-то пятый раз, кому-то двадцать раз. И в целом-то все научились. В целом-то все научились. У кого из вас есть уверенность, что я справлюсь? Ай, Жанет, дорогой мой, или не знаю, вы девушка или мужчина, не знаю. Вам надо самим разобрать, куда вкладывать. Вот. Появляется ли у вас внутри такое понимание, что я справлюсь с этой задачей? Это действительно не сложно. Отлично, дорогие мои. Удачи вам желаю. Да поможет вам Господь, ребята. Я разработал систему, которая помогает, научит, как это все делать. Вот. И благодаря этой системе я получал доктора экономического развития. Когда я делал защиту, мне задавали кучу вопросов эти профессора. Когда они видели, что у меня более десятка тысячи кейсов, более десятка тысячи семей живут по этой системе. И у них, у всех, они доходят до определенной финансовой стабильности. Кто-то уже финансовая защитенность, кто-то уже там безопасность, кто-то уже финансовая свобода. Они были в шоке. Если это один человек умеет ездить на велосипед, другому можно научить. Просто надо это попробовать делать. Что дает эта система? Система, которую мы разработали. Она помогает формировать свой стартовый капитал. Например, часто бывает, что человек хочет открыть свой денежный поток, но у него нет стартового капитала. Если по этой системе живешь, у тебя она появится. Только набери терпение и живи по системе. Проводит точную диагностику, выявляет финансовые проблемы. Часто бывает, что человек работает, но не знает, почему у него не хватает. А это когда по системе живет, система показывает, проблема где. Помогает управлять собственной мечтой. Люди часто являются рабом своей мечты. Если по системе живете, вы управляете мечтой. Формирует в смене бюджет. Почему расходы быстро растут параллельно доходам? Потому что бюджет никто не управляет. Формирует сумму финансовой зашеленности семьи. Как это делать? Четко помогает. Когда по системе живешь, ты поймешь, что какая сумма, которая помогает тебе твоей семье сделать финансово зашелением. И как это правильно делать? Систематизировать это все. Создать баланс между доходом и расходом, чтобы расходы не выросли. Устранять срочные проблемы, которые заставляют расходы в освобождении. Возможно, у вас бывали такие ситуации, что вы накопили-накопили, при первой возможности все потратили. Накопили-накопили, при первой правиле потратили. Накопили-накопили, при первой трудности потратили. Если вы живете по этой системе, система путем планирования не позволяет вам это сделать, потому что система устраняет эти срочные проблемы. Эти ситуации не могут стать срочными, потому что заранее они планированы. Формирует система управления денег. То есть у вас появляется система, которая помогает вам сделать деньги продуктами изобилия. Поможет составить финансовый план. У многих людей нет финансового плана. У многих людей точно нет финансового плана. У меня тоже был такой. Мой наставник спросил, у вас есть финансовый план? Я сказал, есть. У меня был такой блокнот, 14 страниц, это в 96-х годах. Я открываю и читаю. Он говорит, ну почитайте. Я читаю. Поработать, купить дублем. Поработать, купить видеокамеру. Поработать, делать ремонт квартиры. Поработать, купить машину. Поработать, купить ковер. Поработать, путешествовать туда. Поработать, получить образование. Поработать там и так далее. У меня была куча вот такой. Я читал подряд. Поработать там, делать это. Делать там крыши. Купить квартиру в городе. Купить дом. У кого из вас похожий план, как у меня? Скажите, пожалуйста. Возможно, только статья будут другие, названия будут другие, но она похожа. У кого такое? Честно скажите, пожалуйста. Возможно, у кого-то в голове, а у кого-то, возможно, на бумаге. Да? Так что мы похожи. Дорогие мои, когда закончил, он улыбался. Он улыбался, начал говорить, ну-ка, давай читай, ну-ка, давай читай. Я читал весь 14 страниц. Я всю 14 страниц прочитал. Он так улыбался, и когда закончил, он сказал, послушай, это что? Я сказал, это мой финансовый план. Он сказал, это не финансовый план, это список расходов. Он сказал, это план, как по быстрее стать беднее. Я вспомнил. Я думал, ух ты, он просто привернул все мое сознание. Он сказал, как это так? Я ему говорю, подожди, если у меня будет дом, если у меня будет машина, у меня будет все. Разве я не богатый? Он сказал, нет. У тебя не будет пассивный, у тебя не будет то, что делает тебя богатым. А это все вещи, о которых ты говоришь. Они сломаются. Они изнашиваются. И они заканчиваются. Они исчезнут. Дальше продолжаю, дорогие мои. Если живете по системе, система помогает вам, что у вас финансовый план. Формирует точку безубъективности сменного бюджета. Предотвращает рост расходов параллельно с ростом дохода. Если живете по системе, система помогает вам формировать, у вас формируется мышление предпринимателя. Внимание об этом. Помогает выбраться из долги. Если у вас есть долги. А если нет, он не дает вам попасть в долговую яму. Просто он не даст вам. И самое важное, он поможет нам освободить сознание. Наш мозг слишком нагружен. Очень слишком. Поверьте, это правда. Если у вас появится эта система, вы освободите себя. Это правда. Когда вы себя можете освободить сознание, ваш мозг скорость мышления улучшает, сообразительность улучшает. Творческое мышление расширяется. Вы начнете видеть много путевозможностей. Глаза человека видят то, что позволяет его ум. Внимание. Внимание. Быстро текущей реке невозможно видеть свое отражение. Быстро текущей реке вода невозможно видеть свое отражение. Это означает, что когда в голове много мыслей, человек не может видеть, какой мысль правильный. Он просто не может. А от чего зависит успех человека? От качества решений, которые он принимает. Чем больше вы принимаете правильные решения, вы приближаетесь к своей цели. Чем больше вы принимаете ошибочные решения, вы отодвигаетесь от своей цели. Некоторые решения загоняют в долгу. Некоторые решения отбрасывают на 5-7 лет назад. Некоторые решения приведут к таким проблемам, что ой-ой-ой. А что является показателем правильных решений? Если ты принял одно решение, по пути решал несколько задач, сократил путь, оказался более эффективным. И остался больше выигрышей по сравнению с другим. А что является показателем неправильных решений? Типринное решение, через некоторое время понял, что ты неправильно делал. Это решение приведет к дополнительным затратам, к дополнительным проблемам, к дополнительным нервотропам и потерям нервов. Вот оно, что является показателем неправильных решений. Теперь буду говорить третий шаг. Учитесь что-нибудь, ребята. Кто из вас уже для себя какие-то ценности усваивает? Пожалуйста, усваивайтесь что-то, учитесь. Усваивайтесь ценности. Я очень рад, если вы чего-то для себя усваиваете. Отлично, отлично, очень хорошо. Классно. Спасибо, 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 отлично, отлично, очень хорошо. Внимание обратим. Сейчас буду говорить о управлении денег. Это третий этап. Это самый сложный этап. Управлять деньгами – это искусство. Люди думают, что искусство – это только танцевать, или песня петь, или актером быть. В Голливуде играть. Нет, дорогие мои. Самое сложное искусство – это управлять деньгами. Потому что если неправильный ошибок, решение принимаешь, все теряешь. То, что ты за всю свою жизнь даже собрал. И тот труд, который ты вложил всю жизнь, можешь потерять все. Это большое искусство. Каждую минуту ты рискуешь. Каждую минуту ты рискуешь. Ты даже не знаешь, что ожидать завтра. Так, это настоящее искусство. Еще какое искусство? День и ночь будешь переживать. День и ночь. Вот в таком духе. Теперь внимание. Управлять деньгами – это мастерство, ребята. О, чем я занимаюсь, Жанна? Я не понимаю, Жанна, вы девушка или мальчик? Дайте мне знак. Жанна. Потому что у нас и женат есть парень, и девушка есть. Поэтому я не знаю, как к вам обращаться. Жанна? Ой, красавица. Вот так скажите, умница. Чем мы занимаемся? Послушайте много-много раз. И вы начнете учиться? Это так учиться. Разумно своим аппетитом. Хорошо сказала Ирина. Спасибо. Пойдемте дальше, дорогие. Внимание. Прежде чем я начну сейчас говорить о управлении денег, хочу спросить, из каких городов вы здесь сидите, ребята? Я бы хотел познакомиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Ижевск, Беларусь, Урал, Ставрополь, Крым, Актау, Оль, много раз бывал. Минск. Отлично. Продолжение следует... Испания. Ох ты, Ольга, спасибо, что вы здесь. Иваново. Нью-Йорк. Ух ты, Ирина, весь Нью-Йорк, да? Умница. У вас там 10 часов разница Нью-Йорка. Вы молодец, что ты здесь. Спасибо, что вы здесь. Хорошо. Дальше продолжаем, ребята. Поехали. О, Сетли. Ой, отлично. Отлично. Руан, Санкт-Петербург. Спасибо, дорогие мои. Теперь поговорим о управлении денег. Все, поехали. Внимание. Дорогие мои. Знаете, вас что делает успешным в деньгах? Не то, что вы заработали деньги. Вас делает успешным в деньгах, что вы будете делать с теми деньгами, которые уже зарабатывали. Зарабатывали. Как с ним обращаетесь? Куда вы дреляете? Куда вы направляете? И внимание обратите. Я снова повторю. Отлично. Внимание. Повторяю. В деньгах человек станет успешным не потому, что он зарабатывает. Вот что вы будете делать с этими деньгами, которые уже зарабатывали. Вот то, что у вас есть. Пусть она будет немножко. Например, любая женщина может поделиться в помиде и чуть-чуть денег зарабатывает. 10 долларов, 5 долларов, не знаю сколько. Любой парень может машину помидеть, чуть-чуть зарабатывать. Пусть будет это немного, но он зарабатывает. Но поверьте, вот что он будет делать с этим 10 долларов, вот это показатель, станет ли он успешным или нет в деньгах. Вот именно это основная задача. Умение управлять. Управлять – это означает, что держать баланс. Управлять – это минимизировать риск. Управлять – это означает, что эффективно больше прибыль получать. У меня к вам такой вопрос. Что такое деньги? Пожалуйста, в чате пишем все. Что такое деньги? Энергия. Энергия. Бумажки. Ух ты, классная вопрос. Был бы эти бумажки побольше. Независимость. Инструмент. Средства обращения. Энергия. Возможность. Духовный эквивалент. Свобода. Ресурс. Свобода обмена. Средства обмена. Богатство. Изобилие. Платежные средства. Эквивалент возможностей. Система. Деньги – это очень хорошее. О, Ирмек. Интересно. Возможности. Время. Эквивалент всех благ. Энергия. Хорошо. Дорогие мои, я вас понял. Теперь внимательно мне слышите. Пожалуйста. Существует два точки зрения. Я всегда задаю это вопрос. Всегда люди вот так отвечают почему-то. Пожалуйста, внимательно послушайте. Я вас очень прошу. Если вы хотите научиться управлять деньгами, самый первый шаг надо сделать здесь. Пожалуйста, готови. Внимательно послушайте. Существует два точки зрения. Одна точка зрения – это точка зрения, которая у нас с вами есть. Это у всех людей есть. У многих людей есть. Это наша точка зрения. Это то, что вы написали. Это то, что вы только что здесь написали. Это первое, что у нас есть. Но существует вторая точка зрения. Точка зрения миллионеров, миллиардеров. Первая точка зрения – это то, что мы с вами говорим. Существует вторая точка зрения – это точка зрения миллионеров, миллиардеров. Пожалуйста, внимание обратите. Вот так. Я очень коротко буду. Терпеливо подождите еще чуть-чуть. Внимание обратите. После того, когда сейчас я это объясню, внимательно подумаем. Внимание обратите. Может ли человек работать 24 часа без прерыва? Нет. А деньги могут? Да. Может ли человек работать сели неделю без прерыва? Нет. А деньги могут? Да. Может ли человек работать сели месяц без прерыва? Нет. А деньги могут? Да. Может ли человек работать сели год без прерыва по 24 часа? Нет. А деньги могут? Да. Кто болеет? Люди болеют. Деньги болеют? Нет. Кто просит повышение зарплаты? Люди. Деньги просят? Нет. Кто опаздывает на работу? Люди. Деньги опаздывают? Нет. Кто работает по настроению? Люди. А деньги работают? Нет. Тогда давайте делим вывод, что такое деньги. Пожалуйста, обдумайте, что это такое деньги тогда? Вау! Вау! Идеальный работник. Самый лучший работник. Вот она точка зрения богатых людей. Дорогие мои, с этого дня формируйте свою новую точку зрения. Думайте об этом так. Деньги – это работник. Заставьте их работать на себя. Если вы их только будете использовать для того, чтобы решать проблемы, покупать свою мечту, они не поможут вам стать богатыми. Деньги – это идеальный работник. Заставьте работать. Деньги – самый лучший работник. Повторите это каждый день для себя. Что деньги – самый лучший работник. И они могут для меня работать. Помните, деньги – самый лучший работник, но очень плохой господин. Хотите этому научиться? Вопрос. Хотите этому научиться? Если хотите, чтобы деньги работали на вас, пожалуйста, этому просто учиться надо. Сам по себе это не произойдет. Сам по себе это не произойдет, дорогие мои. Этому надо реально научиться. Дальше пойдемте. Деньги – самый лучший работник. Так думают все миллионеры и миллиардеры. Поэтому они каждый доллар заставляют работать на себя. Каждый доллар. Заставьте деньги работать на себя. Они так обрадуют вас. Но существует два подхода. Либо мы работаем на деньги, либо деньги работают на нас. Если мы будем работать на деньги, деньги забирают все то, что хорошее есть у нас. Деньги забирают наше молодость. Деньги забирают наше здоровье. Деньги могут все забрать. Поверьте, это так. Как вы думаете, сколько денег надо? Сколько денег надо, чтобы вы могли зарабатывать деньги? Сколько? Много денег? Очень много людей убеждены, что много денег надо, чтобы зарабатывать деньги. Нет, ребята. Много денег не нужно, чтобы вы научились зарабатывать деньги. Я хочу вам сказать. Можно с одного доллара, научив управлять, Как с одного доллара зарабатывать миллион? Да. Если человек учится маленькие деньги управлять, тогда он большие деньги может научиться управлять. Если человек не научился маленькие деньги управлять, он не может большие деньги управлять. Это невозможно. Первый шаг – научиться думать, как богатый. Второй шаг – научиться сохранять. Третий шаг – научиться управлять. Все. И у тебя появится все. Я научил все эти знания. Я тоже учился эти знания у других, практиковал, свой опыт накопил. И с Божьей помощью 27 лет я стал фанатсу свободным. И эти знания я сейчас передаю другим людям. Помогают ли эти знания другим людям? Да. А есть ли у них результаты? Да больно. Посмотрите интернет моих, зайдите на нашу, пожалуйста, YouTube-каналу. Посмотрите, пожалуйста, там отзывы других людей. Да море. Сотни-сотни отзывов люди дают нам, потому что это помогает. Они еще благодарят, они говорят спасибо вам, так это приятно. Как это мне помог? Видите, за 4 месяца, через год, смотрите, какое. Это хороший результат, я считаю, очень хороший результат. Вы начните управлять деньгами, начните сохранять деньги. Деньги классно помогают, дорогие мои. Деньги очень хорошо поможут вам. Единственное, что нужно человеку, это немножко знания и опыт. Все. Научитесь эти вещи практиковать, и они дадут вам хорошие результаты. Если это давал, помогал кому-то, и вам помогут, главный выбор за вами, хотите ли вы этого усваивать или нет. Выбор за вами, ребята. Вот почему этого надо делать? Надо этому учиться. Дорогие мои, у меня к вам такой вопрос. Я рассказывал с вами уже около 2 часа. Около 2 часа инвестировать свое время, чтобы вдруг среди вас я найду кого-то, кому поможет эти знания. Я надеюсь, что вы чего-то ценное для себя взяли. Скажите мне, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос. Может ли вас обучать о деньгах человек, который 27 лет стал финансово свободным? Может ли вас обучать человек, который сам стал своим трудом мультимиллионером? Были в долгу 174 человека в долгах. Может ли такой человек научить вас, как избавиться от долгов? Может ли вам научить человек, который более полмиллиона человек посещали его семинары, около 200 человек учатся у него индивидуально? У меня есть ученики, которые их годовой доход составляет до 3 миллионов долларов. У меня есть ученики, которые абсолютно не имели бизнес, которые пришли ко мне с нулями и начинали потихонечку сегодня. До этого дошли. Понимаете? Может ли такой человек реально обучать вас? Скажите мне, пожалуйста, в своем сердце, в своем сердце, чувствуете ли я вам даю правильные советы? У меня ценности в моей жизни. И эти ценности очень важны для меня, чем чем-чем-чем чего-либо. Поэтому я всегда рекомендую людям только то, что им реально это помогает. Если чувствуешь, что этот человек не поможет, я это не говорю. Мы обучаем вместе с финансовой грамотностью, очень хорошо формируем духовный интеллект. Потому что я не верю, что без духовного интеллекта можно далеко пойти. Деньги будут временем, если человек сам не растет. Если человек сам не растет, деньги будут временем. Они быстро покидают такого человека. Если человек внутренне станет сильной личностью, деньги быстро покидают его. Вот оно что такое. Поэтому в наших семинарах, в наших тренингах, где я обучаю? Я обучаю финансовый интеллект и духовный. Духовный интеллект, финансовый интеллект. Вот параллельно это все надо развивать. 96% людей, посещая наши тренинги, дают нам высокие показатели. Это же очень хорошо. Наши книги покупать с каждым днем. Я думаю, что миллион, полмиллион человек не ошибается. Или миллион людей не ошибается, чтобы эти вещи практиковать. Кто из вас хотел бы у нас этому учиться? У нас будет пятинедельный курс, который я буду обучать. Каждую неделю один урок. По полтора часа вы можете пройти у меня. А потом в течение недели я даю задание. И в течение недели это задание, когда я даю, вы должны эти задания исполнять и отправлять мне. И я корректирую вам. И все дам. И я научу вас, как систематизировать методы сохранения, управления денег, которые через 18 месяцев, не дойдете до финансовой стабильности, через 5-7 лет, Бог даст, встанете финансово свободнее. Это что, разве не прекрасно? Это же здорово. Если вы действительно хотите это добиться, я бы рекомендовал вам. Зарегистрируйтесь на наш курс. Идите на этот тренинг. Идите, приобретайте этот курс и учитесь. Помните одну вещь. Помните одну вещь. Время, деньги. Вкладывайте в то, что помогает вам стать умнее. Вкладывайте в то, что помогает вам стать успешнее. Вкладывайте в то, что помогает вам быть богатым. То, что помогает вам быть более здоровыми. У вас будет всегда причина, куда тратить эти деньги. Всегда будет причина, куда по-другому делать. Это выбор за вами, это нормальное явление, нормальное явление, когда человек думает, как правильно делать. Но если вы реально, реально хотите учиться, мой совет к вам. Помните одну интересную вещь, мои слова, большими буквами пишите это. Бесплатные советы, бесполезные советы. Это правда. Бесплатные советы, бесполезные советы. Вот это очень важно понимать, дорогие мои. Снова, снова я повторю. Бесплатные советы, это бесполезные советы. Их можно у бабушки слышать на улице. Это правда, это так. Но если десятилетий человек хочет чего-то добиться, он должен понять этого. Нельзя брать чего-то от мира, не вкладывая, не отдавая миру что-то. Сделайте, дорогие мои, сделайте свою жизнь шедевром. Станьте богатыми. Богатым жить лучше, чем быть бедным. Но вы только сами можете это сделать. За вас это никто не может делать. Богатым быть намного проще, намного быть легче. Это правда. Сделайте так, чтобы деньги стали продуктом и забыли о вашей жизни, чтобы вы о них не думали. Развивайте себя, реализуйте себя, создавайте себя. Вот что надо делать в этом мире. И помните, ничего не принесет, сколько страданий и боли, сколько унижений, как нехватка денег. Ничего не принесет, сколько унижений и боли, как долгист. Ничего не принесет, сколько унижений, как бедность. Какими словами бы бедность не хвалили, она никогда не занимает место богатства. Хотя, многие люди думают, что как будто в бедности есть чего-то духовное. Это глупо. В духовности больше можно добиться в богатстве. Ты можешь многим людям сложить. Ты можешь много дать благотворительности. Ты можешь помогать родителям. Ты можешь дать лучше жизнь своим детям. Если ради себя не хочешь учиться, то ради будущего своих детей надо учиться. Детей надо обучать на то время, которое будет, а не на то время, которое мы с вами жили. Будут у вас барьеры, будут у вас преграды, у кого-то возможности есть, у кого-то возможности нет. Но мой совет был, найди возможность, ищи возможность. Я сам был таким. Я сам действительно с трудом нашел первый раз, когда пытался учиться. Однажды один парень подошел ко мне и сказал, у меня денег нет. Я сказал, как? Он сказал, просто у меня денег нет. Я очень хочу учиться. Я ему сказал, как ты думаешь, почему у тебя денег нет? Ты работаешь где-нибудь? Он говорит, да. А у тебя есть такая же работа? Сколько лет ты работаешь? Он говорит, около 10 лет работаю. Потом он спросил, если у тебя нет 200-300 долларов, значит, что-то не так делаешь. Он говорит, ну да, у меня много расходов. Я ему сказал, если денег нет, значит, не хватает способности зарабатывать. А когда не хватает способности зарабатывать? Потому что ты не знаешь, как делать. Если денег не хватает и денег нет, ты хочешь эту картинку изменить навсегда? Он говорит, конечно. Я сказал, тогда немедленно учись. Если хочешь эту картинку повлиять на эту ситуацию, иначе как ты по-другому готов его изменить? Как ты готов его изменить? Сам по себе она не изменится. Никогда не изменится. И мой совет к вам. Никогда, никогда, никогда не берите чужие услуги, чужие товары бесплатно. Тогда вы разбогатеете. Вот она, главный знак, духовный интеллект человека. Вот когда люди разбогатеют. Отдавайте миру больше, нежели чем-чем берете. Помните этого. Учитесь. Отдавайте миру много. Отдавайте миру, и вы разбогатеете. Вот она что, скреп. Концентруйтесь на это. Это то, что я вам пожелаю успеха. Если вы действительно видите, что это ценно для вас, это поможет вам, фокусируйтесь на это. Накопите деньги, систематизируйте, организуйте, посоветуйтесь профессионалам, кто поможет вам, как правильно управлять. Я не говорю вам, иди там, пожалуйста, вкладывай в ту компанию, или в ту компанию, или в ту компанию. Нет. Мы даем только знания. Мы даем только знания, чтобы вы сами ловили удочку, чтобы сами у вас появилось понимание, как анализировать, как видеть, куда девать, как делать. Вот это у вас появится. Вот то, чем мы можем с вами делать, чем мы можем гордиться, что я могу вас научить. Искренне желаю вам успехов, ребята. Какие конкретные вопросы могут быть? Сколько учителей развело свои интернеты по деньгам, и здорово, но что-то мало разбогатевших и вздоровших. Татьяна, зависит от вас, дорогая моя. Вы принимаете решение, вы принимаете решение, как жить дальше. Уловили? Все зависит от вас. Разбогатеть тот, кто реально усваивает. Но кто-кто так сидит, он так и будет продолжать стоить. И мы деньги, мы можем, мир сделан лучше. Иди рядом с нами. Спасибо, Марина. Дай Бог вам здоровья. Спасибо, на это. Спасибо, спасибо. Вот. И скажу вам такое. Никогда, никогда, никогда не позвольте, что ваши прекрасные годы ушли на поиски денег. Ваши молодые годы ушли на это. Не важно, сейчас для меня вы учитесь на этом вебинаре или нет. От того, что вы сейчас на этом вебинаре учитесь, я богат и беденый не стану. Я и так состоятельный человек. Но это изменит вашу жизнь. Вот о чем вы должны думать. Если даже кто-то из вас не попадет на этот вебинар, думайте об этом, пожалуйста. Думайте, как 300 часов учиться о деньгах. Думайте, концентруйтесь, как учиться. И вы разбогатейте. Рано или поздно вы придете к этому. Когда-нибудь вы к этому придете. Вы поймете этого. Если в дальний момент у вас денег нет, думайте, как этого найти. Думайте. И вы к этому придете. Всегда вкладывайте деньги на то, что позволяет вам стать лучше, превосходить себя. Перестаньте купить новые телефоны. Перестаньте купить новые платья. Перестаньте купить. Я жил в Москве в ЖД вокзалах. Кушал один батон. В течение сели суток только один батон. Замочил на холодной воде. Но ходил и учился, платил на тренингах. Я потратил огромную сумму денег в своей мозге. Я понимаю, о чем я говорю. У вас будет барьер. Барьер, который вам останавливать будут. Это правда. Индивидуальное обучение, Татьяна, у меня индивидуальное обучение около 200 человек учатся. Но это по-другому. Я сейчас об этом не хочу говорить. Если вы хотите попасть на мое индивидуальное обучение, вы попадете на это вебинаре. Когда вы пройдете на это, я должен видеть, у меня 8 фильтра есть, чтобы попасть на индивидуальное обучение. Потому что моя жизнь коротка. Я не хочу его тратить на всех. Я хочу тратить его на тех, кто заслуживает этого. Кто реально борется за свое будущее. Того надо помогать. Вот это кто заслуживает. Это очень важно. Очень-очень важно. Почему? Потому что одно из фильтров это такое. Я должен видеть, что вы человек обучаемый и исполнительный. То есть вы учитесь и делаете. Когда на такой вебинар вы попадете, я даю задание, вы делаете, вы практикуете, задаете вопросы, я помогаю вам, вы продолжаете, вы показываете результаты. Вот так. Если я вижу, что вы обучаемый, я с удовольствием буду вас вязать на индивидуальное обучение. Вот так. Спасибо, Ольга. Да, Марина, перестаньте купить платье каждый месяц. Это очень ничему. Почему люди не разбогатеют? Первая половина жизни зарабатывает, покупает имущество. Вторая половина жизни работает, зарабатывает, чтобы содержать это имущество. А богатые люди что делят? Первая половина жизни работает, научится, как сохранить капитал, создает капитал, а потом управляет капитал, построить денежный поток. Вот что я буду вас обучать на эти дни. Я буду обучать, как построить денежный поток. Если вы действительно понимаете, что построение денежный поток принесет вам пользу, добро пожаловать. А если кому-то из вас это чувствует, что не поможет, не надо, не купите, не идите, займитесь, оставайтесь там, где вы были. Это нормальное явление. Я думаю, что на это пара часов мы нормально с вами общались. Если вы умеете учиться, я думаю, что вы брали для себя хотя бы хоть что-то. Я буду очень рад, если это было полезно в этой встрече. Большое вам спасибо. А все остальные, вот Людмила сейчас поговорит с вами, и все остальные вопросы можете задавать к ней по поводу организационных вопросов. Я очень благодарен вам на этой встрече. До новых встреч. Всем успехов. Удачи всем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok